Это программа Актуальное интервью. Меня зовут Мария Владимирова. Здравствуйте. Я приветствую гостя студии. Сегодня это депутат Государственной Думы от Ненецкого автономного округа Сергей Коткин. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Очень приятно вновь с вами встретиться за этой студией. Поэтому давайте начнем общаться. Давайте начнем общаться. Напомню, что вы находитесь в Ненецком округе в рамках региональной недели. Вот так вот вас повелось, да, у нового состава Государственной Думы, нового созыва. Сергей Николаевич, пройдена осенняя сессия. Достаточно насыщенная. Очень много ее комментируют. Вот хотелось бы услышать и вашу оценку той работы, которая была проведена. Да, сессия действительно была насыщенной. По крайней мере, такого напряжения в работе давно не ощущал. И вообще, если честно, многие депутаты Государственной Думы отмечают, что работа действительно напряженная. Да, и там женщины говорят, что и приготовить там ужин некуда. Ну, мужья начинают возмущаться у наших женщин-депутатов, да. Но, тем не менее, та дисциплина, которая сегодня в Государственной Думе, те правила, которые мы приняли, как только мы вступили в свои должности, они абсолютно обоснованы. Они необходимы. Мы помним, как и мы инициативу докладывали законодательных регионов. И жители, и округа, и России видели, как бегали депутаты, голосовали. Вот эти бегунки, абсолютно пустой зал. Инициативу с округа докладываешь, а в зале никого нету. Кому ты ее докладываешь? Стоят в круг, разговаривают, общаются спиной к докладчику. Но я тогда был поражен. Меня, кстати, это очень волновало, когда я шел на выборы. Думаю, неужели вот так оно и будет? Если это я пройду на выборы в Госдуму, я обязательно поставлю этот вопрос. Но это даже неприлично. И вот когда пришел туда, меня это порадовало. Дисциплина действительно очень жесткая. Сегодня практически полный зал, отсутствующих очень мало, только по уважительным причинам. Все это наказывается рублем. Сократили перерывы. Приняли решение работать в июле месяце, летом. И приняли не две региональных недели в месяц, как это было раньше, а одну региональную неделю в конце месяца обязательно в регионах, что, к сожалению, очень мало. Особенно на нашей территории слетать в населенные пункты за неделю проблематично очень. Тем более, что здесь очень много проблем. Приемы провожу, очень много людей идет, встречи с коллективами, работы много. Но интересно, и те проблемы, и те задачи, которые решает Государственный Дума, они, безусловно, очень неответственны. И принимая такое решение, все это как-то так вот. Для меня очень многое было. Да практически все было заново. Практически все новое, непонятное. Приходится с ходу, с колес все схватывать, пытаться что-то включить. Наши инициативы, наши проблемы окружные. Но я думаю, что неплохо, что от округа депутат появился. Но дай бог будем стараться вместе, чтобы что-то сделать для округа. О том, что удалось и что не удалось, мы поговорим с вами чуть позже, пока хочется вернуться опять к осенней сессии. Вот можете обозначить какие-то знаковые или важнейшие законопроекты, которые были приняты в ходе этой сессии? Ну, во-первых, 77 дней. За 77 дней мы приняли 342 законов федеральных. Отклонили более 150 законов. А отклоненные законы обсуждения даже больше, чем принятых практически. То есть это за 300 законов федеральных обсуждено. 311 законодательных инициатив, это новых, которые новый состав уже внес в Государственную Думу. 72 постановления Государственной Думы за 70 дней, 77 дней приняли. Причем постановление, мы сейчас приняли решение, если мы заслушиваем профильного министра на пленарном заседании, то обязательно после заслушивания должно быть постановление, поставлены конкретные задачи. Те проблемы, которые озвучили депутаты в ходе заслушивания этого или иного министра, и все это обязательно на контроль. Нашу законодательную инициативу мы приняли в Кружного собрания депутатов в первом чтении по Уполномоченным по правам человека, процедуре согласования. Самое важное, на мой взгляд, это то, что мы приняли бюджет. 17-й, планы 18-19-й год, бюджет очень напряженный, баталии были очень серьезными, коллеги, депутаты Государственной Думы, которые работали на не один созыв, говорят, что давно такого не помнят, тем более, что 50% сейчас пришли одномандатники, каждый представляет свою территорию, и такие баталии были очень мощные, но плюсом то, что прежде чем принимать и обсуждать его на пленарном заседании, было принято решение нашей фракции, фракции «Единая Россия», у нас в абсолютном большинстве, 343 депутата, все профильные министры, все прошли через фракцию. У нас была возможность напрямую задать им вопросы, касающиеся того или регионов, в том числе и от Ненецка автономного округа были заданы вопросы по нашей проблематике, бюджет был принят, он, конечно, с дефицитом, с большим дефицитом, мы знаем, почему, что произошло с нефтью у нас на наших рынках, но тем не менее он принят, и это плюс. Кроме того, много поправок мы приняли в бюджетный кодекс, налоговый кодекс, уголовный, ряд, пакет целых законов приняли по антикоррупционному законодательству, поддержали Министерство обороны, наши вооруженные силы, поддержали наших военнослужащих, ратифицировали ряд соглашений с нашими государствами с учетом той ситуации, которая в Сирии, ратификация соглашений, наши вооруженные силы сегодня базируются в Сирии, соглашение у нас с Арменией, прорабатывается много вопросов, задавали заместителю министра, если сегодня мы уже с вами говорили, по неофициальным данным вокруг России, порядка 1100 военных баз НАТО, по официальным 700 одна, то у нас-то практически 2-3 военных базы в целом мире, поэтому вот эти вопросы, они очень такие серьезные задавались министру обороны, заместителю министра обороны Банкову, в ближайшее время планируются вот такие соглашения на Кубе, Киргизия, Египет, то есть в этом отношении будем работать, понятно, что все это затратно, только по 16-му году мы дополнительно выделили порядка триллиона 800 миллиардов рублей на Министерство обороны, потому что они работали на кредит, и деньги предоставлялись в оперативную, чтобы мы обновили наше вооружение. Задача поставлена до 2020 года на 70%, задача эта выполняется с опережением, и депутаты здесь, абсолютно все фракции, есть понимание, что это нужно делать, как бы тяжело ни было в целом бюджету, все есть понимание, что это нужно делать, деньги мы туда выделяем, столько, сколько необходимо сегодня наши на вооруженные силы. Сейчас мы все ждем, понятно, как будут складываться отношения Соединенных Штатов Америки, сегодня как телевизор включишь, так везде Трамп, везде, значит, у нас свой президент вроде бы есть, Трамп звучит чаще, чем наш президент. Инаугурации в прямом эфире смотрели, наверное, каждый, да? Да, 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 ряд депутатов наши, некоторые даже поддержали Трампа на выборах, вот, отдельные фракции. Ну, понятно, мы ждем, как будут развиваться отношения Соединенных Штатов Америки, для нас это очень важно на самом деле. Поэтому вот здесь, с точки зрения вот этих 70 дней, на мой взгляд, сделано немало, но вот единственное, что, может быть, не совсем пока не получается, это то, что губернатор Игорь Викторович поставил задачу передо мной и сенаторами о том, чтобы с учетом той ситуации, которая сегодня в округе, у нас 35-38% доходной части бюджета выпало, если мы находимся в тройке Российской Федерации по социальной поддержке отдельных граждан, то с точки зрения выпадения вот этих доходов мы находимся не на первом месте. У нас такой ситуации в округе, ну, ветераны, ну, не помнят, ветераны, вот, сложнейшая ситуация, поэтому он вполне, понятно, просит от нас максимально привлекать федеральные средства на поддержку сейчас, чтобы мы и зарплаты, и социалки, вот. Но когда начинаешь работать с профильными министрами, там все четко расписано, коэффициент бюджетной обеспеченности у нас по-прежнему остается одним из самых высоких, более единицы, поэтому, ну, очень сложно, очень сложно сегодня вот дополнительно выбивать какие-то деньги на округ для того, чтобы поддержать жителей округа в той ситуации, которая сегодня есть, поэтому и губернаторы, и исполнительные законодательные власти сегодня, они вот пошли на кредит, который постепенно, он потом со временем выровняется, дай бог, вот эта ситуация с нефтью продержится, мы месяц-два, мы выдержим. Пик уже практически прошел вот этой ситуации, выплачивают сейчас и социалки уже пошло, все это выплаты, проплаты, и все должно быть нормально. Но вот это напряжение, которое было, оно было. И поддержать как бы губернатора, поддержать округ очень сложно, поскольку они видят, как живут другие субъекты, как мы, я же сказал, куда, насколько сложный был федеральный бюджет, практически сложно. Но тем не менее, с точки зрения финансирования, дотации на округ они есть, полностью есть расклад по всем абсолютно направлениям деятельности в округе, в принципе, он предоставлен сюда, и в этом направлении мы еще будем работать. Безусловно, все равно, говорят, вода там камень точит, потихонечку, потихонечку, все равно проблемы будем ставить, пятиевральный центр, для того, чтобы поддержать округ в такой сложнейшей ситуации. Вот очень большое внимание, понятно, уделяется внешней политике. Я считаю, что внутренняя политика у нас тоже ведется на достаточно высоком уровне. Вот если, опять же, перейти к нашему Ненецкому автономному округу в разрезе других субъектов Российской Федерации, какие проблемы на сегодняшний день нужно, вот помимо тех, что вы сказали, поднимать на федеральном уровне? И, возможно, вы уже поднимали, озвучивали, что-то удалось уже добиться? Какие-то сдвиги, возможно, есть? Ну, прежде всего, еще несколько слов. То, что получилось. То, что получилось. Вот буквально вчера у меня брали интервью, планировал у губернатора. Мы все тут, наверное, года полтора, уже два, и окружное собрание депутатов, Заполярный район, наша миграционная служба, губернатор лично включался в правительство для того, чтобы мы выдачу паспортов осуществляли. Мы не здесь жители получали паспорта, а населенных пунктов через МФЦ. Но каким-то образом как-то бы решить проблему, понимаете, шойные с Усть-Карой прилететь, 14 лет исполнивать с детьем, прожить здесь еще раз в 10 дней, там, рейс в неделю выполняется. Это очень тяжело на самом деле. И вот тут совместными усилиями вот эту работу проделали, нам были поддержаны мы и другими субъектами. И сегодня с 1 февраля постановление правительства подписано, сегодня паспорта жителей населенных пунктов, вообще жители будут получать у нас в центрах МФЦ. Таких у нас 18 удаленных пунктов региона. Поэтому вот это важно. Кроме того, когда была выборная кампания, ко мне обращались ветераны боевых действий с тем, чтобы та доплата, которая осуществляется, мизерная, небольшая, но с ней брали подоходный налог. Чтобы исключить подоходный налог с той небольшой доплаты, которую они получают, поэтому эта инициатива была поддержана депутатским корпусом. Сегодня подоходный налог с этой доплаты не берут ветераны боевых действий. По ГИМЗе, это у нас Государственная инспекция маломерных судов в округе, к сожалению, им было очень непросто работать, они не имели права составлять административный протокол, оформлять там на нарушение с регистрацией маломерных судов. Только профилактическая работа. Да. Несены поправки в административный кодекс, право им такое дано. Единственное, что здесь детали некоторые с точки зрения доработки, дошлифовки подзаконных нормативных актов. Но, тем не менее, несены изменения в административный кодекс. Кроме того, по рыбе, ну, наверное, только я не знаю, кто не говорил, когда мы ездили по населенным пунктам, как вот, по сути дела, все жители округа были поставлены в рамки браконьеров. Мы помним в 2011 году, когда кто-то там пожаловался президенту о том, что нельзя ловить рыбку, значит, все охрана, под охраной, все частное, и тогда перестали выдавать лицензии вот на участке, на рыбодобычу. И с 2011 года этот закон в первом чтении о любительском браловстве лежал на полке Государственной Думы. Мы его вытащили с полок, обсудили во втором чтении. Очень такой, на мой взгляд, проработанный документ, много предложений от Ненецка автономного округа поступило, потому что мы знаем эту проблему. Обсудили мы его на профильном комитете, и он сейчас будет уже приниматься во втором чтении. Те предложения, которые были представлены от Ненецка автономного округа, ну, значительная часть их вошла, но идет он очень тяжело. Очень тяжело, поскольку у нас просят для того, чтобы мы ловили рыбу открыто, а ряд субъектов, причем миллионники, требуют митинги, запретить вылов рыбы с точки зрения сохранения биоресурсов и прочего. Но, тем не менее, на мой взгляд, консенсус найден, и мы надеемся, что в марте этот закон будет несен в любительском Орловске, и значительную часть тех проблем, которые были в округе, будут сняты. Есть такая надежда, по крайней мере. По пенсиям мы поддержали дополнительно небольшая сумма, действительно. Мы, выступая в Думе, говорили о том, что вот те по 5 тысяч, которые доплачивали пенсионерам и военнослужащим, чтобы сделали на нее коэффициент распространялся районный, поскольку 5 тысяч в Туле и 5 тысяч на Ринмаре – это разные деньги. Но, тем не менее, не удалось, но прошли вот эти 5 тысяч. Военнослужащих мы поддержали. Сейчас 1 февраля у нас пенсии будут увеличены на инфляцию 5,4%. Студентам будут увеличены. То есть вот эти моменты, которые они радуют. И есть ощущение, когда мы выходили раньше законодательные инициативы, вот, и я думаю, я думал, что все-таки вот в холостую все это будет, что все эти выступления, они ничего подобного. Сейчас, когда пришли вот одномандатники, 50%, вот инициатива от нас, понятно, что нас предупредили. Инициатив сейчас очень много, прокуратуру надо посмотреть. Работник прокуратуры в горячих точках, он не участник боевых действий, потому что работник прокуратуры. Это неправильно. Инициатив очень много. Предупредили, что мы выйдем с инициативой, чтобы это не было выстрел такой холостой. Сначала проговариваем на нашем экспертном совете, фракционном. Если эта проблема, она действительно имеет место, и не только окружная, в целом общего российская, мы ее вносим на обсуждение и командой одним блоком идем ее протаскивать на то, что мы сделали вот по тем инициативам, которые сейчас я вам обозначил. И вот в этой связи вот эти инициативы мы таким образом еще попытаемся провести. Что необходимо? Самое такое острое. Я начал с рыбы, не начал, а вот говорил закон о любительском боролосе. Безусловно, его надо довести до логического завершения. Дай бог, у нас что-то в этом плане получится. Закон развития арктической зоны Российской Федерации. Его обсуждали на арктическом совете при Совете Федерации. Тоже туда хочу войти. По крайней мере, мне пообещали и Артур Николаевич Черенгаров, и Евгененко Валентина Николаевна, что они меня там посодействуют, что я в этот совет вошел, поскольку мы 100% территория входит в арктическую зону. Закон пока сырой. Те материалы, которые нам предоставлены, мы посмотрели. Положительного много, очень слабый социальный блок, на наш взгляд. И там очень большая работа предстоит. Здесь территория, тоже нам предоставили материалы, окружное собрание, исполнительная власть. В этом плане будем работать. Кроме того, по медработникам, когда я выступал, был в нашем областной больнице, в скорой помощи мне говорили, что защита врачей скорой помощи, работников скорой помощи, она должна быть проравнена к ответственности, как нападение на сотрудника милиции, полиции, вооруженных сил. Поэтому в планах тоже вот эту инициативу вносить по медработникам, по скорым помощям, вы знаете, да, сегодня. Там ряд фракций предложил таранить все машины, которые стоят. Но мы тоже думаем, что это не выход, если мы будем таранить скорой помощи другие машины. Значит, здесь сейчас мы этот вопрос обсуждаем, будем принять какое-то решение, будем ужесточать ответственность административную, прежде всего, а может быть, и до уголовную будем вводить ответственность, если будет препятствовать скорой помощи именно на место там, где она на самом деле требуется. Кроме того, по декларациям, сейчас будем вносить, он внесен уже проект еврейским автономным, с областью декларации, которые заполняют нас депутаты с поселений в селах. Мы знаем, насколько сегодня сложно оформить декларацию депутату, здесь даже, а села для того, чтобы подтвердить наличие каких-то срез, самых небольших на его счетах, нужно официально все это подтвердить. Все это у нас не просто с населенных пунктов, мы сегодня практически уговариваем людей идти в депутаты поселковых советов. Поэтому здесь хотелось бы отменить на том уровне декларации. Но очень сложно идет этот проект закона, очень жесткая позиция администрации президента, правительства, по тому, что мы сможем это сделать, но тем не менее мы будем это делать. По именам. Сейчас пошли по России имена, я вот прием проводил в Москве, мы там тоже проводим прием. Значит, ко мне пришли родственники человека, который назвал своего ребенка сына РВЧ-ВПФ-60-3002. Они не могут его уговорить, его не регистрируют сына с таким имением закона. А что означает это имя? Значит, я где-то даже записал, это какой-то биологический объект, а человеческий биологический объект рода Фроловых-Вороновых, 60, там, дата рождения, 06, 8, это месяц, 0,2, год. С родителями говорят, ну, надо в школу ребенку идти уже. Ни в какую. Поэтому сейчас мы обсудили, и уже обсудили на профильном комитете, и примем решение законодательно запретить цифровые имена для детей. Цифровые там, не лексика какая-то и прочее. На удивление, я настолько удивился, столкнулся, что, оказывается, есть такие имена. А еще как стиральные порошки детей называют у нас, как угодно. Да, может назвать, по должности назвать, генерал, профессор, еще как-то могут назвать. Поэтому тут вот надо тоже носить изменения, они по округу как-то не было, ни одного случая, но по России они, оказывается, есть. Много. По детям войны мы обсуждали, вот, чтобы я уже неоднократно говорил, и сам, мы как бы все считаем, что действительно детей войны нужно поддержать. Это они прошли то, что, не дай бог, не пожелаешь каждому, остались без отца, без матери. Помогать надо им поддержать. И оппозиция у нас сейчас, оппозиционные фракции, они выходят с этим предложением. Вот. И как бы внутренне тоже к этому был бы готов, надо делать. Вынесли вопрос на пленарное заседание, вот. Ну, однозначно, какое-то мнение мы приняли такое. Первое. То, что надо, это надо. Но. Принято решение отдать это на регионы. То, что сделано у нас по Нинецкому автономному округу, по 6 тысяч, доплачиваем мы детям войны. То, что внесены те инициативы, которые сегодня представлены в Госдуму, первое, они ставят детей войны выше, чем труженики тыла, и ветераны Великой Отечественной войны, что, в принципе, не совсем, наверное, верно. Это первое. А второе и самое важное. При принятии такого закона Международный суд, обращение в Международный суд обяжет Российскую Федерацию выплачивать эти деньги всем детям войны Советского Союза. Украина, Белоруссия, всем будем платить. Вот эти выплаты Международный суд уже подготовлены, иски в Международный суд о том, что это было сделать. Ну, понятно, что мы пока на это пойти не можем, и принято решение отдать это на территории. На мой взгляд, пока, наверное, это правильно. Ну и много-много позиций у нас не хватит времени. Да, вот на самом деле планов много. Я бы хотела остановиться на законе, который совсем недавно в третьем чтении принял депутат Государственной Думы о декриминализации побоев, который тем самым поставил точку в законе, который в народе получил название «О шлепках и затрещинных». Вот расскажите, пожалуйста, на что нацелена новая норма? Значит, действительно, он такой резонансный закон. Мы его неоднократно рассматривали и даже отложили принятие в окончательном чтении, это изменение в 116 статью Уголовного кода Сар-Российской Федерации, до тех пор, пока мы не проведём социологические исследования и не исследуем эту проблему досконально. О чём идёт речь? Сегодня близкие, допустим, мама, двое детей, мать-одиночка, приходит домой, работает на двух-трёх работах, даст шлепок по попе или ребёнку. Значит, при обращении ребёнка, если есть свидетель, видели, как мама его хлопнула, два года лишения свободы. Сразу два года лишения свободы. В то же время, если на улице, на уличной драке кто-то, чужой человек абсолютно даст пощёчину или чего-то, тому может быть административное только наказание. Это было принято в 2016 году, и все депутаты прежней САЗов сказали, что ошибка, но нельзя этого делать. Почему нельзя? Оппоненты наши говорят, что вот сейчас, да я даже сам сначала думаю, что теперь можно до смерти забить человек, если первое, ничего подобного. У нас сохраняются статьи, по-моему, 112-115 Уголовного кодекса. Если это нанесены средней тяжести, тяжёлой тяжести, уголовной ответственности, никуда не денется человек. Первый, это не первый раз, близкий, родной, мать, отец, дед, кто угодно, он всё равно будет привлечён к уголовной ответственности. Но если ты первый раз дал пощёчину, дал ребёнку по попе, значит, административную ответственность вводим. Не уголовную ответственность в два года, а административную ответственность, причём ответственность очень, на мой взгляд, жёсткая. Это исправительно-трудовые работы, это очень серьёзный штраф. То есть человек, чтобы осознал и понял. Дать возможность не разрушать семью, ни на два года не направлять в колонию ту же мать, детей оставить вообще без родителей. И когда провели мы исследование, то 59% жителей поддержало эту инициативу. Кроме того, к президенту обратились раз общественных организаций, в основном это мамы. 230 тысяч подписей президент тоже поддержал эту инициативу. И вот когда мы получили всю эту информацию, в совокупности вот это всё проанализировали, и был принят вот такой закон, который говорит о том, что если это в первый раз, то это административная ответственность, потом уголовная ответственность. Если это там увечья средней тяжёлой тяжести, никуда не уйдёт от уголовной ответственности. Единственное, что я сделал вывод для меня, как бы лично, что эти вопросы нужно обсуждать на территории. Проводить какие-то круглые столы здесь, в округе, от той территории, которую мы провели, исследование в Москве, там, может, где-то по России это сделано. Было бы неплохо вот круглый стол и обсудить эту проблему здесь. Но у нас одна только региональная неделя, но тем не менее, всё равно здесь есть помощники, и это нужно делать, чтобы мы услышали мнение жителей Нениско-автономного округа, как они относятся к этой проблеме. Ну вот если коротко, то вот так. Ещё один вопрос, который, я убеждена, волнует очень многих. У нас с 1 марта заканчивается бесплатная приватизация, которая 25 лет шла, все приватизировали, кто-то торопился, кто-то нет, кто-то ещё думает, возможно. Не ходят ли разговоры в куларах Государственной Думы о том, чтобы продлить действия этого закона? Разговоров много ходит, но решение уже принято. Я информирую жителей Нениско-автономного округа о том, что бесплатная приватизация у нас до 1 марта. Дальше приватизация будет платной. 25 лет практически, 25 лет у нас была приватизация. Те, кто хотел приватизировать, они приватизировали. Но мы оставили окно для тех, кто реально это не мог сделать. Во-первых, это Севастополь, Крым. Там на 3 года они будут иметь возможность ещё приватизировать жилье, они не могли это сделать. До 2020 года, получается. Это сироты и те, кто проживает в аварийном фонде. Те, кто объективно приватизировать жильё не может. Тоже очень бурные были обсуждения, но бесконечную приватизацию продлевать мы не можем. Те, кто хотел, это сделал, тоже сделали, в целом сделали социологические исследования. Сегодня по России в целом 80% жителей приватизировано жильё, по Москве это 89%. И те цели, которые были поставлены тем законом, которого 25 лет, они, в принципе, выполнены. Сегодня нужно дать возможность нашим муниципалитетам арендное жильё, муниципальное жильё. Но закон, ведь это, если будет необходимость, мы в любой момент можем к нему вернуться, внести поправки. Но, по крайней мере, проводя приёмы здесь, в округе, в Москве ни один человек ко мне не обратился с просьбой для того, чтобы мы приватизацию продлили. Если только и был только разговор на улице, то этот человек как раз подпадает под ту категорию, которую я обозначил. Это вполне объективно. Ну и финальный вопрос программы. Вы очень много говорили о том, что планируется сделать депутатами Государственной Думы, над какими законами будут вестись работа, касаемые, они касаются жителей Нейнского автономного округа, в частности, с какими ещё инициативами намереваетесь выходить для того, чтобы жизнь в Нейнском округе стала качественнее, комфортнее и лучше? Инициатив много. Я уже обозначил, папочка у меня, я думал, она у меня будет уменьшаться, а она у меня ещё прирастает и прирастает. Каждый приём сюда, в округ, эта папочка прирастает инициативами. Одна из инициатив, которую мы уже предварительно обсудили, если есть время, это проезд к месту отдыха и обратно один раз в два года. Наши уважаемые пенсионеры. Если они едут в Украину, Белоруссию, до границы оплата практически только по судам. Вынесли мы этот вопрос, его нужно решать, на комитете пообсуждали. Я достаточно эмоционально на комитете выступал, очень долго выступал. Потом, значит, Юненко Валентина Николаевна, которая не один созыв в этом собрании депутатов, я всё равно в Государственной Думе. Сергей Николаевич и другие коллеги, которые так эмоционально выступили по этому закону, что закон этот принимался не для того, чтобы за границу ездили. Он принимался, чтобы люди с северов, с крайнего севера, приравненным местностям к крайнему северу, могли выехать в тёплые края в нашей территории по Российской Федерации. С чего вы взяли, что это нужно платить за границу? Мы так стали, безусловно, мотивировать. Ну и что? А если люди хотят... Времена меняются. Люди хотят съездить за границу отдохнуть, полечиться, может быть, кто-то. Почему бы до границы это не сделать? Поэтому мы не отклонили эту нашу инициативу, которая пошла. Мы её просто сняли с рассмотрения и попросили коллег, и мы, я думаю, что в том числе нужно это сделать, провести такое исследование. И кроме того, финансово-экономическое обоснование нет. Выход вот с такими проектами в Госдуму без финансов... Без цифр, грубо говоря. Без цифр не получается. Не получается. Поэтому надо чётко нам понимать, примерно, сколько пенсионеров готовы выехать на Украину, там, Белоруссию, какая сумма это будет, какие это будут расходы бюджета. И вот это нужно сделать. После того, как мы получим вот эту информацию, значит, мы пойдём дальше по этому пути. Наша законодательная инициатива лежит в первом чтении, её нужно принимать во втором. По рыбе то, что я говорил, по охоте вопросов очень много. Самое главное, что задано движение, и пускай оно развивается, будет поступательное, и всё-таки те инициативы, которые вы выносите, будут... Да, да. Обретут статус закона. Да, важно, чтобы эти движения, они приносили реальную пользу. Потому что если ты не чувствуешь, что от тебя нет пользы в этих инициативах, это идут только одни пустые разговоры с жителями, то вот этого хорошего мало, и удовлетворения от такой работы нет. На этом наша программа подошла к завершению. Я вас приглашаю в нашу студию вновь, когда вы будете в Ненецком округе в рамках вашей следующей очередной недели. Я убеждена, что тем для разговоров у нас будет более чем предостаточно. Спасибо вам большое, Сергей Николаевич, и удачи вам в вашей законотворческой деятельности. Спасибо, Маша. До свидания. До свидания.